Здание музыкального училища имени Ниязалы в городе Ож уже много лет находится в аварийном состоянии. Его должны были снести еще в 1986 году, однако занятия в нем проводятся до сих пор. По словам директора училища, один из учебных корпусов нуждается в капитальном ремонте, а другой необходимо снести и построить новый. Подробности далее. Из-за того, что у нас крыша течет, у нас растут акации здесь вот из-под пола, растут растения. Ветхий потолок, старые окна, протекающая крыша. Учителя, работающие здесь, не могут вспомнить, когда проводился последний капитальный ремонт. Несмотря на ветхость здания, занятия здесь идут. У меня дети часто болеют в классе, но не только у меня. Я как-то стараюсь держаться, потому что для меня работа – это моя жизнь. Сырость в помещениях вредит не только ученикам и преподавателям. Мастер по настройке инструментов Тургумбай Нуракулов поясняет, что музыкальные инструменты, особенно струнные, не менее чувствительны к уровню влажности в воздухе. Когда идут дожди, работы у меня становится больше. Все струны металлические, поэтому, когда влажно, они ржавеют. У нас таких не продают, заказывать дорого, приходится заменять леской. Звук, конечно, совсем другой. Здание музучилища было построено около века назад. Статус аварийного оно получило ещё в 1986 году. Тогда был утверждён план по строительству нового здания по проекту белорусских архитекторов. Однако он так и не был реализован. Мы направили обращение к губернатору. Сейчас ждём ответа. В таком старом здании работать с детьми просто опасно. В ответ на обращение руководства училища, обл. администрация собирается обратиться с письмом в правительство с просьбой включить в бюджет 2016 года строительство нового здания училища. Регина Имак Джолайбашев, Общественный Первый канал.